Музыка Через полтора года, в декабре 2015 года, мы здесь получили первую цифру. Объем строительства построено 23 объекта. Мы сейчас находимся в основном цехе. Это цех по производству труб большого диаметра. Трубы от 530 мм в диаметре до 530 мм. Основные потребители наши трубы это в первую очередь нефтегазовый сектор, такие как Газпром, Пронснефь, Пронснефь, Ну и конечно ЖКХ. ЖКХ, да? И ЖКХ, да. Здесь сортамент труб. Выпускаем. Здесь, вот в этом цехе, производство черной трубы. Сейчас мы пройдем по линии, посмотрим. И две линии для резервационных покрытий труб. Это наружное трехслойное полиэтиленовое покрытие и внутреннее гладкостное покрытие. Двух с половиной трех, то есть это вы четверть рынка можете забрать? Ну, где-то пятую часть, да. Двадцать, простую часть, четверть. За это время уже выпустили более трех тысяч тонн рублей. И мы начинаем поработать практически круглосуточно. По 10 миллиардов инвестиций у вас, да? Да. Это вот наше старое производство, инвестиционный трубный завод, который находится на этой же площадке. Одно производство и одно в поселке Скоропусковске. Емкость российского рынка, труб большого диамена, отцеля растет. Пять-четыре. Поставляют, поэтому новый завод. В общей сложности у нас на тех предприятиях порядка тысячи человек работают. И здесь предполагается слишком тысячи человек. Это места поставки, да? Да, да, да. А магнитка сама не делает трубу? Нет, у нас только прокат. Поступают к нам дневно по трубам. Ежегодно открывается и разрабатывается в дневном месторождении. Изоляционным трубным заводом реализован крупный проект. Строительство завода. Молодцы, молодцы. Наши трубы, наши заводы. Все съедобное? Конечно. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Пойдемте. Пойдемте. Пойдемте по... Пропинет для очистки листа. Весь лист поставляется железнодорожным транспортом. У нас два пролета складки. Каждая труба подвергается стопроцентному контролю. Ультразвуковому контролю, рентгеновскому контролю, магнитопорошковому контролю. Здесь вот заканчивается сварка. Мы здесь дальше пройдем, посмотрим саму сварку. И труба контролируется. Так называемый технологический контроль, чтобы если есть какие-либо дефекты, допускается их временно, она оставалась здесь. После того, как обнаружено, что дефектов никаких нет, труба дальше передается в производство. И вот этот агрегат называется гидромеханический экспандер, на котором все 100% труб проходит расширение до 1,5% в диаметре, чтобы все трубы были одной геометрией. Идем дальше. Идем дальше. Очень легко. Стаковали. Чье оборудование? Оборудование Гоханшвиль. Немецкое. Вся линия. Освоили быстро? А я же работал на Царчицком Трубном. На ком? На Царчицком. То есть знакомы с этим оборудованием? Ну сложное дело, нет? Нормально, нет. Брак сколько процентов у вас? Пока щит нет. Нету брак? Ноль? ЦО среди газа. Это подкорка. Вот она, подкорка идет уже в солнце. А это потом счищается? Да, счищается. А там это там. Здесь у нас станочный парк. Чтобы провести испытания, необходимо сделать обязанности. А вы где живете? Где живете вы? Я живу в сервиспосаде. Да. А что вы заканчиваете? Казанский государственный химтехнологический университет имени Кирова. Инженер по стандартизации и сертификации. Да? То есть вы по специальности работаете? Да, я работаю по специальности. Вот. И когда вы приехали в сервиспосаде? Шесть лет назад. Меня пригласили как специалиста сначала на изоляционный крупный завод, а потом уже перевели сюда. Что у вас квартира, все есть? Да, есть. Ну, помогла организация, за шесть лет заработали. То есть вас пригласили как специалиста? Да. Вместе с семьей приехали, да? Да. Я привезла мужик, привезла ребенка. Учим шею, работаем все вместе. То есть здесь у нас темплеты, из них мы изготавливаем образцы. Вот это, допустим, со сварным швом темплет, значит, будем делать образцы для испытания сварного шва. Если здесь просто основной металл, значит, основной металл будем испытывать. Здесь оборудование у нас… Тоже все немецкое? Нет, это у нас Китай. Китай? Да. Это специальная у нас установка, такая необычная установка для изготовления УВ-надрезов при испытании металла на ударную вязкость. То есть вставляется образец, мы с вами сейчас будем опускать нож и будет делаться надрез. Надрез должен быть строго определенной формы, нормируется и угол, и глубина, и ширина. И вот эта установка позволяет вот таким, скажем так, одним движением руки сделать надрез. Вот у нас уже с вами готовый надрез. Я живу в Краснозаводске, здесь очень близко. Угу. Угу. Понятно. То есть вы специально переехали сюда под вот новые задачи этого предприятия, да? Да. То есть вас пригласили? А раньше вы где работали? Я работала в Москве на ВИАМе, с Воскресенской додерации очень далеко. Угу. До встречи.